Доброе утро! Я тут прикинул в просто кухне, я приготовил почти тысячу блюд. И вы думаете, у меня рецепты закончились? Не дождетесь. Вкусных рецептов много, а у меня здесь и здесь вечный двигатель. Новый сезон начну с самого популярного блюда во всем мире. Паста карбонара. Настоящую классическую итальянскую карбонару. Можно поесть не только в ресторане, дома на своей кухне приготовить такую же проще простого. Смотрите внимательно. Рассказываю про карбонару. Карбонара бывает русская и итальянская. В русскую у нас по классике добавляют сливки. Это очень популярный рецепт, в России любят так. В Италии сливки не добавляют. Ну редко, кое-где в туристических местах. Чаще ее готовят там на основе желтков с такой панчеттой гуанчали и добавляют туда пасту. Перемешивают с сыром и получается вкусно. Я готовлю классическую итальянскую пасту. И даже несмотря на то, что я сейчас назвал странные страшные слова, ничего здесь сложного нет. И все продукты можно найти в наших обычных магазинах. Вот они у меня передо мной. Ну и первым делом, чтобы сварить макароны, нужна горячая кипящая вода. Друзья, пока вода закипает, сделаю соус. Здесь он простой, но очень вкусный. В оригинальном рецепте итальянцы используют гуанчали. Гуанчали это такая свиная сыровяренная щечка. Жирная такая, знаете, чем-то на русское сало похожа. Я в нашем случае предлагаю заменить ее на более доступный, понятный, вкусный бекон. Наверное, слайсиков пять. Вот так вот. У нас бекончиком здорово будет, согласитесь. Здесь копченый, вкусный, жирненький. Он жирок будет вытапливать, он будет потом пасту пропитывать. Короче, с бекончиком чудо. Много не надо, кстати, здесь. Основа, это как бы, понимаете, это не паста баланьеза. То есть здесь бекон должен просто быть для пикантности, для вкуса, для жиринки, для слегка подкопченого аромата. Нарезаем крупными кусочками, вот такими. И отправляем бекон жариться на соседнюю сковородочку. Это единственное, что надо здесь сделать. Так как паста итальянская, готовим на оливковом масле. Паста жирная, сразу говорю, холестериновая. Но холестерин здесь хороший, жир правильный. Тем более, знаешь, зато съешь эту пасту и круто себя чувствуешь. Сразу у тебя энергия и не болеешь. Иногда, знаете, такой жирнятинкой, вкусненькой, полезной можно себя побаловать. На оливковом масле обжариваем нарезанный бекончик. На медленной температуре. Наша задача его вытопить, чтобы у нас оливковое масло перемешалось с этим свиным беконным жиром и стало такое подкопченное и вкусное. Жарим на медленном огне. Вода закипела, варим макароны. В среднем на одну порцию пасты, это такой ресторанный стандарт, добавляет 80 грамм макарон. Здесь у меня 160. Две порции. Примерно это вот так. В ресторанах, кстати, знаете как? Чтобы ровно было. Вот берут такую макаронинку, фиксируют их либо пленочкой, либо как-нибудь. И кладут так в заготовочки. У тебя заказ выходит пастой, ты раз достаешь, кинул и все. И не надо там взвешивать, отсчитывать. А в больших таких болиторах, где это макароны, где эти макароны варят, у тебя разные сеточки. И в каждой сеточке варится свой вид пасты. Здесь макароны, там ракушки, здесь пине, там фузили, там фарфалия. Короче, чтобы ничего не путать. Знаете, воду не подсаливаю в этом случае. Обычно подсаливаю, здесь не надо. Соус сам по себе будет солененький, потому что там бекончик, сыр и щепотка соли будет. Прелесть этой пасты, что пока у вас макароны варятся, вы можете успеть все приготовить три раза. Все быстро. Вот видите, у меня варятся. Состояние аль денте, то есть на зубок. Обязательно не переваривайте. Надо чувствовать плотную консистенцию макарон. И от этих макарон не толстеешь, углеводы усваиваются правильно. Ну и вот это вот, понимаете, ощущение недоваренности, оно правильное. Вот потом, если будете часто есть такие макароны, потом привыкнете, и уже вам переваренные не будут заходить. Будете говорить, что это такое переваренные макароны, они сединовые. Так и должно быть. Это правильно. Итальянцы шарят в пасте. Смотрите, что происходит с беконом. Жарится, жирок топится, маслица жирненькая становится, ароматная. Все перемешиваем теперь вот так и все. Вот когда делают русскую карбонару, вот сюда вливают сливки. Здесь у вас соус такой получается. Но мы так делать не будем. Смотрите, вы должны запомнить эту технологию. Это вообще классная паста. Но на вкус она просто. Еще соус такой, как эмульсия, понимаете? Из простых продуктов, ну как простых, доступных, получается чудо-блюдо. Внимание, зубчик чеснока. Выдавливаем туда зубчик чеснока. Вот так вот. И на медленном огне его обжариваем вместе с маслицем. Выключая нагрев и снимая сторонку, чтобы чеснок не сгорел. Эта штука должна быть пикантная, поэтому туда отправляется много свежемолотого перца. Ну как много? Он сразу от масла раскрывается, масло становится потом пикантное и вкусное. С ним круче паста получается. И отставляем в сторонку. Все. Это наша заправка. А теперь соус. Для соуса беру большую миску. Мне нужно три желтка. Отделяем белки от желтков, потому что желтки основа соуса для пасты карбонара. И никаких белков. Белки в блюда не идут. Где-то полтора желтка на одну порцию. Я, знаете, помню, у меня был шеф знакомый, Джузеппо. Я вам про него много раз рассказывал. Но он наставил серьезный отпечаток по поводу итальянской кухни в моем опыте. Я помню, захожу к нему на кухню. Он такой, Саш, заходи на кухню. Я смотрю, он миски что-то месит. Я думаю, что он месит? Слышь, желтки что-то замешивает. Там что-то туда кидает. Все, потом раз, макароны. Я такой, да ладно. Он такой, Саша, так готовится настоящая паста карбонара по-римски. В оригинале идут свиные щечки гуанчали. И сыр используют пекорино романо. А вообще часто еще смешивают с пармиджано-риджано. У нас такого сыра нет, но есть вот такой твердый сыр. Он на самом деле, если его меленько натереть, тоже вполне годится. Натираем его меленько. Видите, не надо сильно нажимать. Нужно прям слегка так раз, чтобы у вас такая больше пудра получалась. Значит, в желтки вливаем оливковое масло. Небольшое количество. Вот так вот. Оп. И добавляем туда тертый сыр пармезан. Вот так вот. Теперь замешиваем желтки с пармезаном. И добавляем туда небольшое количество горячей воды из-под пасты. Прямо вот оттуда воду берем. Кстати, мне тут недавно сказали, Саша, все пытаются избавиться от крахмала, а ты как бы добавляешь воду из-под макарон. Слушайте, когда воды много, макарон не так уж и много, и макароны правильные, там крахмала особо нет. Зато это горячий бульон, который просто необходим сразу, чтобы сделать правильный соус. Вливаем половник соуса в желтки с пармезаном и замешиваем. Далее в эту же массу добавляем наш обжаренный бекон с чесноком и перцем. Желтки, вы знаете, под действием температуры начинают становиться плотнее и завариваются. Так вот, как раз технология этого соуса заключается в том, что в этот соус я добавлю горячие спагетти, перемешаю, и желтки станут густые, затянут соус, и соус будет правильной консистенции. А если будет слишком жидко, вот этой вот водичкой можно балансировать консистенцию. Все просто. И закидываем туда спагетти. Можете на дуршлаг откинуть, а можете, как я, щипцами. А раз, два. Теперь вот так замешиваем. Смотрите, смотри, что происходит. Вот это вот крутая штука. Вот видите, густой соус становится. Он сейчас еще в макароны впитывается. Под действием температуры желтки начинают густеть, и получается настоящий соус карбонара. А пахнет как? Так бы жил в этой мисочке. Смотри, какой цвет, какая глянцевая, красивая консистенция. Но это же чудо какое-то. Погляди, просто стекает этот сок, ароматный, вкусный, на основе желтков. Опа, опа, опа. Сочная, вкусная паста. В конце немножко сыра. Перемешиваем, сыр плавится. И можно сервировать блюдо. Вот так вот. И сюда. Может так сырка немножко. Вот это и есть настоящая итальянская паста карбонара. Близь, Сима. Тут больше сказать нечего. Вот на эту пасту, я не знаю, дайте мне 30 секунд, засеките, и я ее съем. Потому что невероятно. Она прям невозможна остановиться. Прям хочется есть ее и есть. Существует только паста и ты в этот момент. Для итальянской пасты карбонара возьмите спагетти, яйца, бекон, чеснок, твердый сыр и оливковое масло. Порция самой популярной пасты 116 рублей.